Совершать добрые поступки можно по-разному. Татьяна, к примеру, помогает кошкам и собакам. Почти год она является волонтером организации помощь бездомным животным города Видное. Благодаря работе этого сообщества удалось пристроить 15 питомцев. Животные не могут попросить помощи. То есть, если им плохо, они куда-то уползают и лежат, уже ждут смерти. В то время как люди, ну, они могут, у них есть язык, у них есть родственники очень часто, и они могут попросить помощи. А животные, они очень беззащитны, и поэтому мы решили помогать. А в одном из видновских магазинов доброту проявляют следующим образом. Руководство придумало акцию «Авоська». На кассе стоит корзина, куда все желающие могут положить купленные ими продукты, а нуждающиеся взять их совершенно бесплатно. Я решила внести свою лепту и приобрести батон. В надежде, что он кому-то принесет пользу. Лишний батон хлеба, он стоит 24 рубля. Кто-то просто выкидывает деньги на какие-то прихоти, а бабушке не хватает этих 20 рублей, чтобы действительно почувствовать себя сытой. А с другой стороны, еще и приятно, что кто-то может позаботиться о тебе, когда у тебя нет родных и близких. Не только в День Добра, а изо дня в день заботой о пожилых людях занимаются и сотрудники Центра Вера. С собственными силами, а также благодаря спонсорской поддержке, они не дают пенсионерам почувствовать себя одинокими. Это, наверное, самая тяжелая миссия – принять человека, принять ситуацию, осознать ситуацию, и влиться в его ситуацию, и не бросить его в этой ситуации. А вот дойти с ним хотя бы до какого-то момента, когда он уже начнет подниматься. Добро и поддержка идут рука об руку. Будучи милосердными, мы не просто помогаем, а вселяем в людей силу духа. И неважно, какой будет ваша помощь, ценно то, что, потратив свое время на другого человека, вы сделаете его и себя счастливее. Юлия Погосян, Евгений Петров, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова